Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и мы продолжаем знакомиться с точкой ВЦ6-ЦХИ. Сегодня наша последняя лекция об этой точке, так как мы видим, что эффект от данной точки очень огромен. Единственное, мы люди не придаем этому значению. Сегодня речь пойдет о том, что точка ВЦ6-ЦХИ отвечает, либо является этаким лечебным, самым первым доктором при всех пяти видах нарушения мочеиспускания. Все задают вопрос, какие-то вроде пять. Ну, восток дело тонкое, там все относят к пяти, допустим, цифра пять для них это играет огромное значение. Вообще-то по номерологии цифра пять это интуиция, она раскрывает все цифры. И вот именно пять видов мочеиспускания, нарушений мочеиспускания встречаются в нашем с вами организме. Вы скажете, а почему именно пять? Ответ. У нас пять сезонов. Все скажут, ну как, весна, лето, осень и еще весна, лето, осень, зима и еще у нас межсезонье. Вот в межсезонье очень часто мочеполовая система уязвима у обоих полов. И многие об этом, конечно, не замечают. А те, кто замечает, конечно же, расстраиваются и, конечно же, кидаются в аптеку. И, конечно же, что пытаются наладить свою мочеполовую систему, либо мочеиспускательный канал, либо весь свой этот рефлекс с различными медикаментами. Но здесь я вам скажу, вы не бегите в аптеку. А побегите лучше, купите полынную сигару, две-три штучки вам хватит на один сезон. И прогревайте профилактическую точку ВЦ6 ЦХ. Почему именно в межсезонье уязвима мочеполовая система? А потому, как идет перестройка на инь и янь. Ну, а мы знаем, что вода – источник жизни. Как бы мы ни крутили, ни крутили на земле. Вода – источник жизни. И вот если вода плохо усваивается в организме человека, она, конечно же, что? Человек теряет много энергии, много ЦИ. Для того, чтобы он ее не терял, он должен ее накапливать. И считается, что самое лучшее накапливание энергии ЦИ происходит в межсезонье, когда перейдет переплюсовка на инь-янь и янь на инь. Вот это вот очень самое тяжелое, скажем так, время для любого человеческого организма. То есть, если есть нарушения, то сразу же можно не кидаться в аптеку, не бежать, скажем так, консультироваться, искать причины болезни своего организма. А просто-напросто восстанавливать свою мочеполовую систему и мочеспускательный канал с помощью точки ВЦ6-ЦХ, профилактическими воздействиями. Здесь я вот написал инсульт. Почему я написал эту тяжелую болезнь инсульт? Потому что инсульт очень часто бьет на мочеполовую систему. И у многих инсультиков идет непроизвольный выброс мочи. Это ставит их, конечно, в неловкое положение. Ну, представьте, человек себе всю свою жизнь жил, нормально ходил в туалет, а тут он чувствует, что уже, скажем так, моча вышла наружу, без его контроля. Здесь не надо, пожалуйста, расстраиваться. Здесь надо знать, что инсульт тяжелое заболевание, но с помощью акупунктурных точек вы можете поднять иммунитет человека и, конечно же, возобновить этот рефлекс, который человек может утерять с помощью либо с тяжелой болезнью и инсульта, последствия инсульта. То есть нужно что? Необходимо воздействовать на точку ВЦ6-ЦХ. И она вам ответит тем же. И, конечно же, здесь я привел такое тяжелое заболевание, как простатит. Вы знаете, вот мужчины очень часто обращаются с простатитом. И сразу же бьют тревогу, вот у меня простатит. Вы знаете, я забегая наперед, не читал еще лекцию о простатите, но скажу вам сразу. Водно, водный баланс, водно-солевой баланс начинается с усвоением воды в организме. Для того, чтобы вода дошла до вашего или до моего простатита или предстательной железы, она должна пройти. Тот, кто контролирует водно-солевой баланс, это поджелудочная железа. Но через после поджелудочной железы вода что? Усваивается в кишечнике. А потом проходит в почки. А уж только потом доходит до нашей с вами предстательной железы. Вот представьте, я вам показал три основных органа, через которых проходит вода. А только аж потом попадает в предстательную железу. Вот, пожалуйста, не надо бить тревогу, что это есть заболевание предстательной железы. Надо узнать, в каком состоянии меридиан поджелудочной железы орган, меридиан тонкого кишечника и меридиан почек орган. И вот тогда вы узнаете, в каком состоянии ваш организм усваивает воду. Ну, возьмите, например, летом. Летом почему-то идет стопроцентное усвоение воды. Сколько человек не выпьет воды, еще раз повторяю, чистой воды, не грязной воды, сейчас я отвлекусь, чистой воды, то она вся усвоится. Грязная вода – это пепси-кола, пиво, всеразличные красительные напитки, кипяченая вода. Считается тяжелой водой, считается грязной водой. Вот задайте себе вопрос тех, кто часто думает о своей предстательной железе или частом учеспускании у человека. А сколько он употребляет чистой воды, родниковой или через фильтр воду, но не очищенную? И сколько он употребляет грязной воды? Вот когда вы ответите себе на этот вопрос, вы поймете, что у вас не заболевание простатита. У вас что? Просто-напросто нарушено усвоение грязной и чистой воды. Здесь можно с помощью точки ВЦ6ЦХ привести это в порядок, в норму. Но помните, что человек должен употреблять в два раза больше чистой воды, чем грязной. Допустим, возьмите людей, которые любят очень сильно пиво. Они выпили бутылку и потом идут в туалет, а тут же бутылка выходит с них. Почему? Потому что там 100% грязная вода. Может, там 1% чистой воды используется. И он начинает бить о том, что у него заболевание простатита. Да нет, милейший, перестань пить грязную воду, и ты увидишь, что выпив чистую воду, ты что? Она усвоится у тебя на 100%. Спасибо за внимание. С вами был доктор Константин. И до новых встреч, до новых видео. И будем рассматривать дальнейшие точки. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok